Ребята, всем привет! Новый день, новый влог с этой красоткой, которая сейчас едет на свою фотосессию. В честь ее 9 месяцев, завтра ей 9. Гугули, мы на моем новеньком автомобиле. Красиво как! Очень красивая деточка. Анюта приехала на фотосессию. Правда, что она безостроение. Офиксики, часики. Такая взрослая и деловая. Смотрите, сколько тут нарядов, обуви. Мяу! Поехали, поехали! Мяу! Ты моя скейтбордистка! Аня, посмотри на маму. Ох, на маму! Костол! Костол! Ку-ку! Что это у тебя такое? Аня, как круто! Ой, ты моя радость! Схема Души А где? А где? Почему? Почему? Бежит Какая милочка Красивый Анюта, кто такой красивый? Привет! Какие-то задушками пошли. Ух ты! Ой, понравится! Анюта! Ой, стеснялась, ой, стеснялась! Ой, стеснялась, стеснялась! Это моя радость! Ух ты! Полететь! Ну ты у меня и пират! Ань? Аня! Ань? Ань! Дай-дай-дай-дай! Она же не знает, что не увлекать! Опа! Мяу-мяу! Мяу-ми-ми-ми-ми-ми-ми! Аня! Анют! За ты, живой, парни! Аня, улыбочку! Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. Анюта сейчас со своим папочкой пойдут гулять. А их мамочка поедет. Пока мой миленький, пока мой слёденький, пока мой пирожок вкусненький. Ну что ж, мои дорогие, что вам рассказывать? Сейчас мы сядем в наш с вами автомобиль. Когда не можешь нарадоваться и привыкнуть к тому, что раньше тебе казалось абсолютно обычным делом. У меня, мне кажется, всю жизнь был автомобиль, потом я забеременела, начала ездить на пассажирском сидении, потом я родила, вообще начала ездить сзади, вообще потом продали мой автомобиль. Вот так бывает. Слава сегодня помыл мою машину, чтобы я её сейчас супер-классно, красиво сняла в центре. Блин, уже всё равно в каком-то говне. Зеркала проверила, едем. Даже не знаю, что сказать, у меня эмоции просто зашкаливают. Я сейчас еду в центр, там мы встретимся с моей ассистенткой Валей, чтобы снять влог красивый про мою машину. Ну даже не влог, а просто снять отрывок моей машины, показать её чистенькую во всей красе. Короче, всё красивенько снимем. И я это вставлю во влог, который я вчера монтировала. Так уж вышло, что Люба, которая монтировала мне влоги, сказала, что, к сожалению, не сможет больше мне делать видео, потому что у неё полно других обязанностей её основной работы, так скажем. И она просто физически не сможет успевать помогать мне. Вот, и я обратилась к другой девочке, к Насте. Она мне делает рилсы всё это время. Так, я пристёвана там ассинуса, ок. Вот. Она мне пока монтировала только одно видео. В любом случае, когда я отправляю видео на монтаж, ну, могут быть какие-то правки. Я всегда его пересматриваю, потом что-то вырезаю, что-то где-то делаю. Ну, то есть мне так удобней, чем писать по смс, например, там, Настя, вот, вырежи вот это, вот это. Короче, мне вот реально проще самой потом ещё какие-то правки сделать на монтаже, уже монтируя самой. Ну, короче, мы поняли. Достаём мои модные очки. Надо быть наглее. Я уже отучилась от этой наглости водительской, понимаете? Короче, вот, вчера ночью уложила Анютку спать и монтировала влог. Это, получается, был как раз влог о том, как мы едем на дачу. А, ну, короче, вы его ещё не видели, если, ну, здесь вы смотрите видео в первый раз. Он у меня уже вышел на Рутюбе. И о чём там? Мы едем на дачу, собираем вещи, упаковываем всё. Показали дом, поразмышляли о том, какой там ремонт можно сделать. Ну, короче, готовим дом к ремонту. Вот, я там погрустила, мы со Славой поразмышляли о том, что там можно сделать, что нельзя сделать. Вот, поразмышляли о том, что там хотелось бы сделать, что точно не получится, скорее всего, сделать. Я поделилась в Телеграм с подписчиками тем, что, ну, короче, походу там ничего вообще не поменяешь, ничего не снесёшь. И мне девчонки прислали какие-то классные варианты, как можно было бы там всё обустроить, сделать какие-то специальные колонны, чтобы можно было подвинуть несущие стены. Кто меня не пропускает и я не могу быть более наглой, потому что мне страшно, реально страшно. Может быть, сейчас? Опа! Всё. Надо, ну, блин, реально опыт, он, конечно, это как, знаете, научился кататься на велосипеде и всё, на всю жизнь. Но когда ты больше года вообще не сидишь за рулём, конечно, немножко сноровку теряешь. В общем, во влоге на Рутюбе, сейчас я вам ещё нарезку покажу, болтали про эту машину. Как раз то, что я сейчас еду в центр снимать, тоже будет там, уже там, во влоге на Рутюбе. Я просто решила там в видосе сделать посвящённый, ну, как раз таки покупке автомобиля и продачу. Мы там со Славой, кто скучает по влогам со Славой, то это тоже там, болтаем, обсуждаем. И также мы там рассказали, что мы решили возобновить реакции, так что ждите. Реакции снова будут, только они будут выходить у меня на Рутюбе. Я уверена, что сейчас некоторые зададутся вопросом, почему там, почему не здесь. Потому что я хочу Рутюб, свой канал там развивать, чтобы там было больше подписчиков, активнее аудитория. Мы не знаем, что будет завтра, что будет с Ютубом, вот. И поэтому, не знаю, мы сделали такой вот вывод, такое решение приняли со Славой, что будем развивать там мою страничку, вот. Поэтому, если вы ждёте реакции, они обязательно будут выходить, но на моём Рутюб-канале обязательно подпишитесь, вот. И смотрите нарезку про влог, который как раз таки уже можно посмотреть на Рутюбе. Влог начинаю в новеньком автомобиле. Хоть я и не обзорщик машин, но могу сказать, тачка классная. Я смотрю на своих коллег, например, у них вообще как будто нет никаких забот. Номера стоят вот 100 тысяч и до 8 миллионов. Я вообще не понимаю, что с этим домом делать, и меня это пугает. Я даже не знаю, если честно, называть цену этого автомобиля или нет. Классный чек на 100 тысяч долларов. Я смогла собрать вот столько коробок. Когда покупаешь новую дорогую машину, хочется, чтобы в ней были все плюшки классные. Красотища, подсветочка. Хотела тебе сказать, давай на кровати поваляемся, как раньше вспомнил, что там мыши срали. Вот он чистенький, новенький автомобиль. А зашёл я в Сев, короче, ребят. Вращение центрального комитета КПСС. Все такие молодые, все такие серьёзные, деловые. Я просто на прогулке с ребёнком, я одет вообще как бомж. Дорогие товарищи! Мы со Славой решили возобновить реакции. Монтировала я, значит, вчера этот влог, который на Рутюбе вышел. И в шоке от того, что, получается, в моей предыдущей машине тоже был светлый салон, но он был такой более бежевый. А здесь прям такой более белый. И насколько мне нравится то, какой салон сейчас в машине. Это просто, ну, реально класс. Мне очень нравится. В общем, я, конечно, такой смельчак с не очень-то большим опытом. Ну, короче, так странно звучит бяха-муха. У меня офигенный опыт вождения. Но, знаете, из декрета, когда выходишь, такой немножко, а, чё, а? Можно быть наглее? Ну и, конечно, страшно, блин. Знаете, автомобиль сколько стоит? Охереть можно, девочки. Вообще мне не верится, что я могу позволить себе купить такую дорогую машину. Ну, реально. Я периодически вижу комментарии о том, что вот, типа, Юля не из бедной семьи. У неё там вообще все богаты и так далее. На самом деле так было не всегда. Но, да, я не скрываю и рассказала о том, что у меня дедушка был очень крутой. У него был свой большой магазин двухэтажный около метро прям. Вот. И он его сдавал в аренду много лет. Он его строил, когда брал кредиты и так далее. То есть, короче, это было такое прям... Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Вот. И мой дедушка построил большой, ну, не прям огромный, но такой хорошее двухэтажное здание, скажем так. И сдавал просто в аренду. Там помещения были поделены как-то. Я вообще не помню, я там была сколько-то раз в детстве. У меня есть флешбеки такие, знаете, но всё равно, конечно, не супер-пупер я помню всё, как там было. Ну, короче, мой дедушка, получается, был директором. У него было ООО прям, фирма. И да, и он был очень крутой у меня. Но потом он продал это помещение, продал этот большой свой бизнес. И на те деньги, которые он получил с продажи, он всех своих внуков обул, так скажем. Всем нам купил квартиры. А внуков у него, конечно, много. Так что не думайте, что мне одно всё досталось. Я видела комментарии о том, что вот, типа, всё, Юля, вот это Юля, вот это Юля ещё давно. Типа, а что же Гоши? Поверьте, никто не обделён. У всех всё хорошо. Спасибо нашему дедушке. Действительно, он просто вот такой мужчина, настоящий мужчина. Потому что я знаю, что разное бывает, знаете, можно было эти деньги прогулять и чего-то. Ну, конечно, он уже был такой как бы дедушка, да, всё равно внуки. И он нас очень любил, так же, как и мы его. И просто вот он решил всем своим внукам всё оставить. Короче, это я вообще всё к чему. Что, да, дедушка действительно очень многое мне дал, за что ему огромное спасибо. Там, квартира, дача, моя первая машина, хорошую такую, не знаю, подушку безопасности, если это можно так назвать. В общем, он всё такое мне дал. Мне очень повезло то, что у меня был такой дедушка не потому, что он там много всего мне купил, а просто я его любила всегда очень сильно. Ещё до того, как он там купил у меня квартиры, машины. Конечно, нет, я вообще не про это. Мне никогда ничего не жалко для своих родных. Я вообще человек нежадный, я не держусь за деньги. Вот так вот, знаете, я стараюсь много отдавать. И стараюсь быть как мой дедушка, потому что он всегда много отдавал, и к нему много всегда, ну, возвращалось, приходило. Я не знаю, как правильно сказать, я думаю, вы понимаете, о чём я. И, конечно, я любила своего дедушку не из-за каких-то там материальных вещей, разумеется, и он сто процентов об этом знал, вот. Но, конечно, не могу не сказать, мне очень повезло, что вот у меня такой дедушка был, который столько всего мне дал. И, ну, я правда за это очень сильно ему благодарна. Потому что, конечно, такие подарки от родных, от родителей, это вообще очень круто. В наше время и вообще в любое время в жизни это действительно очень важно. То, что у меня там есть свои квартиры, даже то, что я с 17 лет уже жила в своей собственной квартире, это просто, ну, это очень круто. И я понимаю, что многие там мои ровесники, не у всех, конечно, такое есть. Кому-то приходится много работать, чтобы просто снимать жильё, там, кто-то живёт с родителями. Ну, в общем, это действительно, я понимаю, насколько мне повезло, вот. Но начала я говорить о том, что помимо того, что мне дал дедушка, действительно, очень многое. Я очень горжусь собой, что в свои 20 получается 6 я могу позволить себе купить машину за, блин, 10 миллионов. Я очень-очень рада вообще, что у меня есть такие возможности. Мне до сих пор не верится. Я никогда не думала о том, что у меня будет такая дорогая машина, которую я смогу купить себе сама. И, не знаю, делать ремонт в квартире, на даче, помогать родителям. Не знаю, что мы сможем путешествовать всей большой семьёй. Это очень круто. И это действительно... Причём, знаете, это так странно. Я вот Славе тоже рассказывала, мы с ним обсуждали. Я говорю, я не понимаю, почему, но вот у меня такая дорогая машина, я этого как будто бы не осознаю. Ну, то есть я настолько легко расстаюсь с большими деньгами, мне настолько их не жалко. Не в том смысле, знаете, что я их разбрасываю направо и налево. А в том, что вот, например, для меня путешествие с семьёй в Дубай было, ну, по эмоциям круче, чем новый автомобиль. Я не знаю, я думаю, вы видели во влогах с Дубая, насколько я была счастливая, заряженная такая вся прям. И, конечно, я радуюсь очень новому автомобилю и до сих пор не верю. Вот просто реально я до сих пор не верю, что у меня есть машина, что она такая крутая, дорогая, такая навороченная, такая красивая. Я очень часто думаю о том, что я прям уверена, что дедушка мне помогает сверху. То есть он прям, ну, не знаю, мне так кажется, я так чувствую, что он всегда рядом, что он помогает. И когда я думаю, что вот хоть бы повезло, там даже вот просто мелочь, не знаю, про номера, папа же получал номера на эту машину, он полностью занимался машиной, я об этом рассказала в Рутюбе, на Рутюбе во влоге рассказала, посмотрите. Вот, я помню, что он сказал, всё, я поехала в ГАИ, типа, получать номера. Я помню, что я сидела так и думала, блин, ну, хоть бы классные дали, хоть бы классные, это реально вообще мелочь и фигня. Ну, то есть пофиг, какие там номера, это вообще не главное в жизни, но мне так хотелось, чтобы были прям классные, не знаю, красивые, потому что я планирую на этой машине долго ездить. Я, ну, как вы знаете, есть люди, да даже мой папа, он довольно-таки часто в своей жизни менял и меняет автомобили. Там, то у него такая, то сякая, но он очень как бы всё это любит, с машинами связанное, ему нравится. Я не такой человек. Я помню, у меня папа говорил, да ладно, давай тебе возьмём такую, через годик себе возьмёшь другую, потом туда. Я говорю, нет, это вообще не про меня, мне нужно вот один раз и всё, и надолго, потому что я однолюб. Мне очень тяжело расставаться, хотя до сих пор я в шоке с того, как я рассталась со своим Лексусом, со своей первой машиной. Это прям реально странно, точнее, как странно. Обстоятельства сложились так, что я не успела даже попрощаться со своей машиной, что-то там, ну, не знаю, снять просто на память. И всё, что у меня есть в памяти моей первой машине, это какие-то влоги, там, фотки какие-то посмотреть. И мне действительно, ну, вот не хватает того, что я с ней не успела попрощаться. Я, по-моему, тогда заболела, с ребёнком была дома. Я не помню, какой-то у нас там период был, и машину очень быстро купили. Буквально, да, это, получается, было перед Новым годом, и я заболела. Потом выяснилось, что это был ковид. Короче, очень быстро забрали мою машину. Вчера монтировала влог, и я поняла, что мы купили её за 3 миллиона 300, что ли. А, получается, продали за почти 4. Это очень круто, я благодарна всему. Судьбе, жизни, дедушке, родителям, маме, мужу, всем. Всему благодарна, вам благодарна за то, что я имею. Вчера укладывала Анютку спать. У меня сейчас в последние дни так нога ужасно болит. Не знаю вообще, в чём дело. Ну, как-то, знаете, как будто я на ней весь день прыгала. Короче, есть у меня некая усталость. Иногда я реально устаю. Вот. И всё равно у меня болела нога, что-то я укладывала. У нас у Ани всё никак зубы верхние не вылезут. Это просто трыдец. И она уснула, когда я на неё смотрела, и думаю, какой же она сладкий птенчик. Как я её люблю, и как я вообще счастлива, что она мой ребёнок. И вообще, как я благодарна за то, что имею. Это так круто. Такая я сопливая. Такая я прям няшка. Просто здорово проживать такую жизнь. Хочу, чтобы у всех была жизнь, которую они себе хотят, о которой они мечтают. Просто я иногда бывает, знаете, такая уставшая, расстроенная, что-то меня бесит, что-то не получается. Вы знаете, я там расстраиваюсь, что мы не заедем в квартиру до дня рождения Ани. Я это просто сейчас уже мозгами понимаю. Что там то-сё, пятое-десятое. Ну, знаете, из-за чего-то такого расстраиваюсь. Вообще из-за мелочей жизни. И вот ловлю себя просто на том, что это такой бред. У меня настолько крутая жизнь, я настолько счастливый человек, что расстраивается из-за того, что я не заеду в новенькую квартиру там, когда мне хочется. Ну, да, конечно, это немножко грустно, всякое бывает, но это такая мелочь. Я же, знаете, не на улице живу, у меня есть где жить. Ну, короче, это я так просто размышляю. Вообще, так непривычно ехать по центру на новенькому автомобиле. Вообще, странно так. Кайфую. Кайфую и не верю. Представляете, ещё и одна еду. А это вообще... Ещё главное не проехать бы. Потому что навигатор вообще всё. Он просто думает, что я где-то вообще не здесь. Как же тяжело ехать вслепую. Надо было мне дальше ехать. Блин, надо было мне туда налево. Ё-моё. Так, девчонки, проблема решена. Теперь каждый раз буду просто здесь в картах машины вводить адрес и спокойно ехать вообще не париться. Потому что здесь всё вообще есть и всё работает. В отличие от телефона, интернета и так далее. Она, правда, немножко на немецком говорит. Ну, на таком тоже может. Так, ребят, мы приехали уже в центр. В общем, всё ок. Машинка новая не подвела. Привезла, карты сработали. Вот Валя, знакомлю вас. Мой ассистент. Так что, если вдруг она вам пишет, что-то для меня классненькое по партнеру найти, отвечайте. Вот. Мы идём гуляем. Кстати, Валя ещё и фотограф. Вот. Так что зацените фоточки. Идём на соседнюю улицу. Там прям красиво. Я там сто лет не была. Там тоже все фоткаются. Короче, поснимали машину для Рилса, для Рутюба. Что-то я там, мне кажется, не рассказала. Но если что, ещё расскажу, пока буду ехать домой, например. Или покажу. Погодка супер. Я даже думала идти без тренча. Но в итоге подумала, ладно, лучше рисковать не буду. Солнышко. Но ветер, да, ветер такой. Немножко свеженький, я бы так сказала. Так что, видите, я не сижу дома с ребёнком. Я вышла. И вообще, кстати, хотела с вами поделиться. Я планирую с мамой своей договориться. И устроим какой-то график. Может быть, когда они будут забирать Анютку на весь день. Вот. Сюда? Прямо? Вот. И буду прям целый день уделять своим каким-то делишкам, съёмочкам. Не знаю. Даже не представляю, как это. Я привыкла 24 до 7 с ребёнком всегда. И очень редко, когда даю ребёнка родителям больше, чем, там, знаете, на 4 часа. Не потому что я такая всегда, я тебе ребёнка. Не знаю, просто как-то так привыкла. Но Анютка уже реально взрослая. Я вижу то, что ей абсолютно нормально тусить с родичами моими. Поэтому нужно это практиковать почаще. А мы пошли фоткаться. Всем привет, ребята. Новый день. Вот такая вот я леди. Еду сейчас сниматься в подкасте у Карины. Вот. В двух выпусках буду сниматься. Один будет на тему ГВ. И Карина пригласила эксперта по грудному вскармливанию. Вот. Поэтому это будет не просто болтовня. Простите. Это будет полезный разговор. Ну, очень здорово. Я считаю, эксперты — это клёво. В любом случае, это вызывает больше доверия. Хотя мы с Карины тоже уже мамочки на опыте. Ну, так что, по-моему, ничего не знаю. В общем, я хотела сделать себе причесон. Хотела этот самый. Накрутить волосы. Но потом я поняла, что я не успею. Короче, меня что-то так бесят мои волосы. Прям так и хочется что-то с ними сделать. Прям, не знаю, подстричь, покрасить, чёлку. Ну, нет, конечно, я же не вообще крэйзи чёлку отрезать. Я же понимаю, что за ней надо, ну, ухаживать и постоянно укладывать. А я с ума сойду. Потому что, ну, как бы на это не всегда есть время абсолютно. Поэтому, конечно, такие вещи я делать не буду. А ещё, девчонки, прикиньте, я поняла, что я не могу найти свои ключи от дома. И, скорее всего, я тут просто недавно вакуумные пакеты всё засасывала и под кровать убирала. И, скорее всего, они остались в какой-то куртке. И это очень тупо. Потому что, ну, как бы без ключей вообще никак нельзя. И не получится. Прям вот ко всему привыкаю уже, знаете. Привыкаю к этому джойстику, который переключает этот вперёд-назад. Привыкаю к этой скорости, к этой роскоши. Вроде просто кайфую. У меня будет два образа. Один это чёрный топ и белая рубашка. А другой это чёрный топ и биджак. Вот так. Всё, я уже приехала. Что тут ехать до студии вообще? Очень близко. Надеюсь, что не сильно прям долго будем. Мне бы чем раньше закончить, тем лучше. Потому что сегодня нам ещё ехать на дачу к моей маме. А ещё кайф. Во-первых, студия находится рядом с моим домом, вообще на районе. Эту студию нашла я. Когда мы снимали кукинг на Рутюб. Вот. И потом, получается... Ну, у нас просто с Кариной одна съёмочная команда. Кто снимал мне кукинг и кто снимает Карине подкастер. И Кирилл наш менеджер. Потом Карине тоже предложил, видимо, эту студию. Потому что тут, ну, как бы не один зал, понятно. Я-то искала конкретно кухню. Ну, короче. Такая молодец. Нашла нам студию на районе. Теперь паркуемся, девочки. Хопа. Да всё, я уже научилась. Блин, где я в Киев? Да, вот хорошему быстро привыкаешь. Сейчас главное в стену не врезаться. Вот, прикиньте, мне ещё надо собираться на дачу. То есть я вообще ни хера вчера не собрала. Вчера занималась подготовкой блога на Рутюб. Всё загружала. Я модная у вас леди. Взяла свою сумочку. Ещё курточку. Но куртку сейчас брать не буду, потому что погода вообще бомба. Кстати, забыла вам показать. У меня тут в бардачке столько вкусняшек. Не уверена, что я это буду есть. Но всё равно пусть будет. Тут есть конфетки прикольные. Чипсики. Что-то такое. И водичка. Бардачок тут очень классный. Он мне очень нравится. Он открывается с двух сторон одинаково. Вот так вот. С одной и с другой так же. Вот. Так что улёт. Погнали на съёмочку. Привет, ребята. Это не новый влог. Короче, всё так запутанно получилось. В общем, в день, когда я снималась в подкасте у Карины, потом мы поехали на дачу. Были там два или три. Дня. Я уже запуталась. Слава с моим отчимом уехали, можно сказать, на рыбалку. Мужскими всякими хобби заниматься. Мы остались на даче. Я, мама, бабушка моя и ещё были мои двоюродные брат-сестра. Но они уехали сегодня утром в Москву. И вчера я тоже решила, что проснусь утром и поеду в Москву. Но без ночёвки. Я на дачу оставила Анютку. Там осталась моя мама, понятно, с бабушкой. Вот. И они как бы с Анюткой весь день. Сейчас уже почти 7 часов пол седьмого. Прикиньте. Что я успела сделать за это время в Москве? Во-первых, приехать. Я пошла, сходила в душ, помыла голову. Хотя я это могу спокойно и на даче делать. Но у меня хотелось себя именно здесь дома привести в порядок. Разобрала балкон. Там вообще много чего очистила, вынесла. Сходила на мусор один раз. Кучу собрала всяких вещей, которые я повезу на дачу. Ещё в процессе я ещё не закончила. Сделала одну стирку. Сейчас у меня идёт вторая стирка. Что ещё? Чуть-чуть подкрасилась тем, что здесь нашла. У меня здесь нет косметики, я всё с собой на дачу увезла. Я сюда как бы вообще одним днём успела покушать. Заказала кофе. Что ещё сделала? Ну, короче, самое главное, я разобрала балкон. Под кровать кое-что ещё засунула. Купила Алису. Станцию повезу на дачу тоже. Я уже дарила родителям Алису. Но она, короче, старая версия, не показывает время. И у них одна, типа, мне бы хотелось, чтобы у них одна была на даче, одна в Москве. Потому что даже когда я Анютку оставляю, им, получается, ну, Алисы, например, у них нет, она на даче. Ну, короче, я хотела, чтобы у них было две. Чтобы они музыку слушали и включали Анютке музыку, её любимую. Потому что у нас дома всегда музыка и детская в том числе, конечно же. Вот. Смонтировала этот влог, который вы сейчас смотрите. Вот что я успела за один день. И планирую ещё здесь дома немножко убраться. Не знаю, что успею. Я планировала где-то в 8 часов выехать, чтобы к 9.30 приехать. Может, чуть попозже выйду, не знаю. Ну да, наверное, лучше в 8, потому что я бы хотела ещё заехать во вкусные дочка. А, ещё мне нужно отобрать фотки. То, что мы с моей помощницей, получается, делали. И это я ещё не сделала. То, что хотела сегодня сделать дома в Москве. Загрузить этот влог на ком. Сделать рендер, так скажем. И поставить на загрузку на YouTube. А ещё сегодня мне пришла посылка для Анютки. Так что сейчас мы с вами посмотрим, что мне пришло. Сделаем распаковку. Я заказывала Анютке вещи из Турции. У меня есть байер, с которой я уже не первый месяц. Короче, не первый раз у неё заказываю. Через неё, точнее. Она вообще моя подписчица оказалась. Так приятно. Ну, короче, так, на самом деле, я её и нашла. Она мне как-то написала. Типа, Юль, давай через меня заказывай. У нас там всё схвачено, налажено вообще. Типа, заказываешь, в течение недели привозим. Ну, это вообще улёт. Мне бы не хотелось долго ждать свой заказик. Вот, в этот раз я заказала где-то на 30 с чем-то тысяч. Заказываю своему ребёнку вещи. Из H&M, Zara. На вырос. И сейчас мы вместе с вами сделаем распаковку. Сказала, что мне нравятся вещи из этих магазиков, поэтому и довариваю. Я заказала ботинки. Башмачки. Анютка у нас уже вовсю хочет ходить. Ещё не ходит, конечно, но встаёт постоянно. У-у-у, какие миленькие. Интересно. Что-то, конечно, такое. Я вот не знаю, кстати, я спросила у своих подписчиков по поводу обуви ребёнку, потому что я знаю, что типа нужно, чтобы был ступинатор, чтобы они были высокие, чтобы ножку держали, когда ребёнок начнёт ходить. Но мне кто-то скинул статью какую-то, что ни в коем случае. Короче, буду ещё консультироваться. Потому что мне так, вроде, сказали, что надо. Но тут ничего такого нет. Просто ботинки очень мило. М? Сюда. Такие кожа замша. Вот. Так что всё это мы снимаем. Вот, она красота. Тут что? Смотрите, какой пакет. Ничего себе. О, тут ещё одни ботинки. Гляньте, я что, две пары заказала. Вот такие башмачки. Что за размер интересного? 19 тоже. Ну, это прямо сейчас как раз они такие вообще будут. Так. Прикольно. Не знаю, как быстро у детей на гарость всё. Думаю, что быстро. Но в любом случае уже как-то прям прикольно. Знаете? Ребёночка. Пуфельки одевать вот эти все. Тут никаких этих самых нет. Красовки. И зарых. 80 размер. Тут написано 9-12 месяцев. Как раз Аня сейчас 9 месяцев. И уже прям хочется как будто побольше ей вещи одевать. Вот такие штаны. О, это вообще обыкновенный костюм. Даже рисунка никакого нет. Ну, очень приятное качество. Прям офигенно тянется. Хабешечка, девочки. Очень классное качество. Прям вот... Не, у меня много разных вещей детских из Zara. Но они все, понятно, там с разными какими-то элементами, так скажем. А тут прям вообще. Посмотрите, какая эластичность. Это бомба. Так, ну это все, понятное дело, стирать, стирать, стирать. Заказала вот такую кофточку Анютке. Уже не хочется бодика, беза. Уже это все неудобно. Плюс расскажу вам про наши умелки. Анютка у нас уже ходит на горшок. Представляете? Ну, конечно, не так, что она такая, мама, мне надо на горшок. Понятное дело нет, но просто мы взяли в привычку, как только мы просыпаемся, сажаем Аню на горшок. Ну, короче, два, ну, три раза в день, можно сказать, мы сажаем Аню на горшок. Понятно, что не всегда это, ну, как бы успевается и так далее, и так далее. Но она прям понимает, она уже знает, что это, для чего это. Анютка у нас такая болтушка стала, сейчас вам даже видео покажу. Вот вчера, буквально, на даче снимала, какая она болтушка. Вот такая классная кофточка. Просто свитшот, сейчас весной гулять. Вот такой лук, с такими кроссовками, штанцы, бомба. Заказала вот такие штанишки, льняные. Ну, да, конечно, прям уже реально хочется ребенка одевать не в боди всякие даже, хотя боди удобно, не в комбезы. Это вот комбезы, типа слипы, это вот как раз реально чисто для сна. И то, нам сейчас это даже не очень-то удобно, потому что ребенок просыпается, как я сказала, и не хочется вот это вот ноги доставать и так далее. Хочется просто хоп-хоп и на горшок, ну без кофты, с кофтой можно оставить. Вот такую футболочку обычную заказала. Вот футболки просто бомба сейчас носить, очень нравится. Ух ты, какие милые шортики. Какие классные шорты. Не, ну прикольно, дома даже. Так, а здесь что? А, три боди. Просто боди-маечки. Ну, все равно боди как бы тоже надо. Вот в такой упаковке были. Класс. Такие вот маечки мы очень любим. Подо всем. Их удобно очень. Сначала, например, вот такую маечку, потом можно кофточку сверху, штанишки. Ну, обычные, короче. Ничего такого. Так, все у меня потом пойдет на помойку. В Заре я обычно немного заказываю. Там вроде прикольные вещи, но как будто много и не заказывают. Обычно больше в H&M заказывала. Ну, вообще, в этот раз как-то я немного заказала, мне кажется. Вот как-то у H&M поприкольнее все упаковано. Каждая вещь, каждый такой пакетик. Я уже не помню, что я заказала. Так, вот, класс. Еще вот такие вот футболочки. Это прям реально, особенно сейчас лето уже. Да не, ну, конечно, это намного удобнее, чем боди. Такая футболка. Это все 80-е. Вообще, это уже тот размер, который мы можем смело переходить. Но мы пока не переходим, потому что еще вроде как и не совсем-то и надо. Какие еще ладненькие у мелкие? Вообще, она уже большой пирожочек сладенький. Даже не знаю, что рассказывать. Люблю ее. У меня началась аллергия. И я уже пью лекарства. Я посмотрела, какие совместимы с грудным вскармливанием. Хотя я кормлю, ну, все равно кормлю же Аню, получается, ночью и утром. Ну, то есть ночью и утром она прям с кайфом. Вот такие заказала. Песочники. Да, 9-12 месяцев. Так вот смотрю, думаю, блин, ну, большое. Ну, да, оно, конечно, анютки сейчас будет прям великовато. Но скоро уже, это, такие яркие, прикольные. Вообще, я, по-моему, другие хотела, но их не оказалось в наличии. И я скинула, что давай хотя бы такие. Это, на самом деле, супер. И спать в таком, и дома играться. Ну, короче, я прям очень люблю такие для малыша. Немножко добавим мамского контента в этот блог чудесный. А то мы уже начали забывать, что я вообще-то мать. Короче, да. Все равно, чем ребенок старше, тем меньше у тебя мать головного мозга. И как-то попроще. Хотя, знаете, задач еще больше становится. Что-то приготовить ребенку, сварить. Ой, вообще, да, выглядит таким здоровым. Ну, прям вообще, еще точно рано нам такое приходить. Я вам представлю. Не, вообще прям больше, чем выглядит. Ну, короче, вот такие тоже заказал. Потому что такие нам тоже надо. В таких спать супер-пупер. Вот, поэтому они нам тоже нужны. Эти шмотки. Тут какие-то кофточки. Сейчас 74-й у Ани, да, как я и сказала. Хотя он, типа, до 9 месяцев. Но он пока еще нормальный. Вот такие. Тоже очень люблю. У нас есть тоже такие. Как раз Аня сейчас в таких ходит. Очень классные вещички. Блин, удивительно. 80-й размер. Такой вообще как будто здоровый. Но он, типа, до года, прикиньте. Короче, 74-й размер, например, у нас Аня носила с 6-ти, там, до 9-ти месяцев. 74-й размер. Ну, как бы рассчитан по этим меркам на стене, которые написаны. Но Аня у нас носила с 7-ми месяцев. 7-ми месяцев. То есть, чуть попозже. Но сейчас она опять, кажется, мне так как-то быстро расти начала. Но она у нас, конечно, такая. Типа, не худощавая девица. Пирожочек такой сладенький. Мама говорит, что я была более худенькой в ее возрасте. Такая вот классная футболочка. Но, я не знаю, мне кажется, все нормально. Такой вот у нас пухленький и сладенький ребеночек. Чего теперь? Я думаю, она в норме. В границах нормы. Все детки разные. Хотя она у нас уже 10 килограмм весит. 10 килограмм в 9 месяцев. Не знаю. Мне кажется, норм. Что-то я много футболок заказала. Но ладно. Учитывая, что мы планируем уйти как бы от Боди. И они как бы до года рассчитаны. И как раз лето застанем. Так вот, да. Начала пить таблетки от аллергии. Началось у меня на даче. Даже непонятно. Вроде как на цветение. Ну, скорее всего, да. На цветение. На березку уж. Наверное. Там, правда, еще кошка есть. Но у меня на нее вообще-то не было аллергии. Но я подумала, что может быть появилась. Задела вот такую кепку. Так. Какой тут размер? Тут вообще 6-12 месяцев написано. Может, она даже на меня налетит? Нет, не налезает. Но она как будто Аня будет сейчас велика. Ну, я ее не буду сейчас брать на дачу. Но летом точно походит. Так. Что тут у меня дальше? Вот я поняла, что я вообще штанов не заказала. Штанишки. Это я что-то ступила. Может, размеров не было. Потому что я очень много заказала вверх, а вниз вообще нет. Вот такие боди заказала. Все-таки без боди тоже не так. Да, надо будет штаны еще заказать. Я об этом вчера ночью, по-моему, думала. А, нет. Заказала, но это шорты. Но это не то. А, вот штаны. Да. Фух. Короче, думала вчера ночью об этом. Что, мне кажется? Да нет, не заказала я штаны. Все. Шорты я одни только назаказывала. Более такие уже стильные, так скажем. Все как будто домашние. Или для спорта. Как будто бы и все. Вот так вот. Вот и все. Больше ничего у меня здесь нет. Теперь я это все отнесу в стирку. Уберу этот хлам. И даже не знаю, что день. А, ну буду ждать, когда постирается. Наверное, сколько по времени? Час. Сейчас еще повешу то, чтобы постиралось. Вот так вот у меня сейчас тут все выглядит. Сейчас весь этот мусор соберу. Везде все пооткрывала. Когда приехала, была жара нереальная. Сейчас уже хочется закрыть. Такая вот у нас тут зона Анюткиная. Горшок. Короче, дома я тут напылила. Что только не это, не наворошила. Тут тоже хочу на дачу увезти. Это вакуумные пакеты. Поднимала кровать туда, все запихивала, запихивала. Сейчас тут тоже приведу все в порядок. Непонятно, конечно, зачем. Можно же это время потратить с какой-то другой пользой. Я даже не знаю. Помонтировать, рилс какого-нибудь. Полежать, вообще посмотреть, что-нибудь чипсы подрать. Знаете, вот реально позаниматься чем угодно. Но вот мне хочется все равно дом в порядок привести. Зато я все перестирала. Вытянула кучу мусора. Я как-то очень быстро всякого мусора собрала. Сняла даже сторис. Пойду ставить стирку. А, знаете, что я хотела рассказать? Совсем не улыбнула! У меня есть материал. Еще до того, как мы улетели в Дубай, у меня была съемка как амбассадора для Рутюб. И, возможно, эти кадры, которые делали видео, фото, будут показывать по телевизору. Где-то на баннерах висеть, не знаю. Но очень надеюсь. Это прям вообще древмозг-древки. И, короче, давайте поддержите меня лайком, комментарием. В общем, сейчас вам покажу, как прошла та съемка. Покажу вам кадры, которые мы снимали. Я не знала, куда вставить этот материал, потому что мы буквально там через, я не знаю, сколько дней, улетели в Дубай. И у меня не было влога типа из Москвы, чтобы туда вставить. И я все вот сохранила на компе. Все хотела вставить, просто поделиться. Потому что что, зря снимала, что ли, как прошла наша съемочка. Вообще, как все это выглядело со стороны. Так что сейчас вам покажу, как я снималась в качестве амбассадора Рутюба. Вообще, я очень-очень горжусь, очень радуюсь. Мне безумно приятно, что меня выбрали одним из амбассадоров. Потому что там не так уж и много их. И все амбассадоры очень классные, такие творческие, достойные ребята. И я чувствую, конечно, себя супер-пупер. Мне очень приятно быть в числе этих ребят. Может, Кристина сказала, что он не так, что ей нравится. А, то есть лучше бежий. Ну, она беженая-то еще не видела, но, по-моему, мере беженая. Ага. Так, ребят, у меня примерка сейчас. Мы сегодня снимаем меня как амбассадора Рутюб. Будут фото, видео классные. Так что потом обязательно поделюсь, где посмотреть. И сейчас мы выбираем мне два лука, да, у меня должно быть? Два лука. Мне кажется, с одним мы прям определились. Красный вообще обалденный костюм. Потом покажусь вам уже в полном образе. Вот, и сейчас решаем по поводу второго образа. Померим темно-синий костюм, бежевый. Сейчас мерим вот такое платье. И, наверное, белое еще попробуем. Интересно, что по прическе сделаем? И будут ли менять под образы? Да, чуть-чуть меня. Это кадр, снято, давай. Да, спасибо, Лалина, большой раз. Давай всегда в жарничку. Принцип подержать, встать. Да нет, нет. Это было нормально. Ой, спасибо. Есть такое, что мы раньше вам написали, что можно выкладывать. Это кументура о том, что никогда нельзя ничего выкладывать. Нужно сделать, чтобы варежал. Сейчас будем делать макияж. Натуральный какой-то, я думаю. И волосы, скорее всего, либо соберем, либо на одну сторону, что-то сделаем. Другой сделаем. А, тут у меня тоже с углами, да? С приборами. Угу. Вот такой вот был. Вот там ты. Красивая, у меня сейчас там. Красивая. Приготовили. Мотор программ? Потом мы показываем, что это надо, да? Потом телефон, сядешь на кресло, пульт и все. Очень хорошо. Считаем, пожалуйста, сголи вегаломер. Миша на мотор кадра. Смотри, левая пленочка чуть выше. Во, идеально. И голова чуть-чуть. О-о-о. И поехали. Попробуй, пожалуйста, левую ногу чуть отставить в сторону. Красиво, с зубами. И давай сердечко еще где-нибудь в другом месте покажем, а не там, да? Класс. Красиво. Твоя задача посмотреть, угадать, что это, но и для чего это. Начнем, естественно, с самого простого. Ну, это бьюти-блендер. Я, наверное, мечтала стать актрисией, певицей, в общем, что-то такое. Мне кажется, как многие девчонки мечтали. Я еще хотела стать волшебницей, принцессой. В общем, в детстве у меня были какие-то такие мечты. Но, в принципе, мне кажется, я стала, может, как актрисой в своем кино, так скажем. Так что мечты забываются. Снали один образ. Там больше всего было, потому что я еще говорила текст. Мы снимали видео. Вот. И ноги мои, конечно, в шоке от тех парняков. Ничего. Сейчас, получается, белый снимаем. Ну и тоже фото и видео. Есть приключение, что это такое, где же это плохо. Ну, это... Кто перекрывает луга? А Лёд перекрывает. Все. Это тебя... А типа ноги больше. Попробуй. А здесь есть рация? У меня, она мне. А сколько нам, Бажан? Да все, да. Мы почти все, да. Ждем видео. Юля сейчас будет выходить на видео. Сет, пожалуйста, вы все готовы? На сцену сейчас пойдет. Готовь на сцену. Ну ты готовы? Ну все, все. Я на сцену. Пожелайте мне удачи. Ну вот, посмотрели на классную, активную жизнь. Продолжаем заниматься бытовыми делами. Вешать носочки, манечки, футболочки. Обязательно подпишитесь на меня в Телеграм. Буду вам очень благодарна за подписку. Я там постоянно. Я бывает где-то там пропадаю. Не выхожу на связь. Ну условно. Но так, конечно, я в основном всегда на связи. Но в Телеграм я постоянно, девчонки. Так что подписывайтесь. Все ссылки в описании. Не забывайте смотреть новый влог, который вышел на Рутюбе. Буду вам очень-очень благодарна за подписку. За лайки, за комментарии. За все. Прям просто заранее спасибо. И спасибо, что смотрели этот влог. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока. Продолжение следует.